«Всё должно быть идеально». Если повторять эту фразу слишком часто, может показаться, что вы недостаточно умны или адекватны. Те, кто ожидает совершенства, обрекают себя на неудачу. Умные люди предпочитают выполнять задачи шаг за шагом и следить за тем, что можно улучшить на этом пути. Они не навязывают нереалистичных ожиданий ни себе, ни другим и избегают манипуляций и требовательного тона. «Это несправедливо!» Употребляя эту фразу в разговорах с коллегами и друзьями, вы рискуете произвести впечатление наивного человека. Все вокруг и так знают, что жизнь несправедлива, поэтому ожидание справедливости – это слишком по-детски. Вместо того, чтобы жаловаться, умные люди спрашивают, что можно сделать, чтобы улучшить эту ситуацию. Они умеют договариваться о взаимовыгодных условиях, открыто обсуждая, что готовы дать и что ожидают получить. «Безобидно!» Тоже не лучший способ начать разговор. Когда люди слышат это, они подсознательно начинают ожидать от вас чего-то оскорбительного и неуважительного. Умные люди не начинают диалог с негативной фразой. Вы ведь не хотите, чтобы ваш оппонент занял оборонительную позицию, пока вы толком не начали разговор. Иногда, находясь под давлением на работе, вы можете сказать «это займет всего минуту» или «почти готово», а затем потратить часы и даже дни на выполнение задачи. Если вы не можете реалистично оценивать временные рамки, то рискуете показаться неумным и ненадежным. Чтобы поддерживать имидж умного человека, не обещайте выполнить задачу раньше, чем сможете это сделать. Лучше дайте себе запас времени и не тяните до дедлайна. «Я здесь ни при чем» – это еще одно детское выражение, которое нельзя произносить на работе. Вы не заработаете уважение, обвиняя других в своих ошибках. Умные люди всегда готовы признать неправоту и все исправить. Кроме того, эта фраза может спровоцировать ответный удар. Люди обвинят вас в еще больших грехах. Поэтому, если случилось что-то плохое, и это действительно не ваша вина, лучше начать с фактов и не указывать пальцем. Такие выражения, как «упс» или «мой косяк» – неудачный способ выразить сожаление по поводу вашей ошибки. Люди могут подумать, что вы не осознаете последствий и не хотите брать на себя ответственность за собственные действия. Хочется задать глупый вопрос. «Бэть, может, это прозвучит глупо, но…» И другие подобные фразы, в которых вы принижаете свой ум, означают, что вы недостаточно уверены в себе и хотите перестраховаться. Умные люди такого не говорят, потому что не стесняются задавать любые вопросы. Именно так они и становятся умными. Если вам не хватает уверенности, но вы хотите заставить других людей вас уважать, начните относиться к себе серьезно и перестаньте обсуждать собственные действия. Прекратите заканчивать предложения словами и все такое. Это звучит незрело и может увести слушателя от сути вашего разговора. Если вы озвучиваете какой-то список, лучше четко обозначить все пункты. Так вы будете выглядеть более ответственным и сосредоточенным, а вашим коллегам и друзьям не придется догадываться, что вы подразумевали под всем таким. Избегайте слов-паразитов, таких как «э», «ну», «типа». Тоже относится к «буквально», «вроде», «как бы», «ну, знаете» и так далее. Злоупотребление этими словами создает впечатление, что вы некомпетентны и не владеете ситуацией. Если эти слова вырываются случайно, старайтесь дышать глубже, когда говорите, и не бойтесь делать паузы. Это не входит в мои должностные обязанности. Люди, которые отказываются делать то, что выходит за рамки их должности, рискуют произвести негативное впечатление. Другие могут подумать, что вы не заинтересованы в личностном росте и ходите на работу только для того, чтобы получать зарплату. Конечно, нужно защищать свои права и не позволять использовать ваше время бесплатно. Умные люди находят в таких случаях предлог для разговоров о продвижении по службе или повышении зарплаты. Они отмахиваются от задач. Никогда не говорите о своем высоком IQ как о доказательстве того, что вы умнее всех. Психологи открыли десятки разных видов интеллекта, включая лингвистический, визуальный, музыкальный, ритмический, эмоциональный и другие. Тест на IQ проверяет только один из них и определяет, насколько хорошо вы решаете головоломки и задачки. Это не гарантирует, что вы умнее в остальных аспектах жизни. Вот почему отсылка к текстам на IQ может показаться устаревшей. В настоящее время технологии развиваются стремительно, а инновации быстро превращаются в историю. Вот почему фраза «да, я всегда так делал» выставляет вас ленивым и отрицающим прогресс. Она заставляет задуматься, почему вы не нашли времени, чтобы научиться новому. Если вы производите впечатление ленивого и пассивного человека, вряд ли вам будут доверять ответственные задачи и предлагать продвижение по службе. Еще один надежный способ показаться глупым – использовать слова, значения которых вы не понимаете. Если вы не уверены на 100% в значении слова или в его правильном произношении, погуглите, ну или промолчите. Не злоупотребляйте профессиональным сленгом просто, чтобы звучать круто, особенно общаясь с людьми, которые не знают значения этих слов. Иначе вы будете похожи на робота, которому не хватает эмпатии. Можно время от времени произносить «я не уверен», если вы говорите об определенных фактах. Но если вы выражаете собственное мнение и вставляете слишком много оговорок в каждое предложение, это может звучать жалко и неубедительно. Умные люди верят, что их точка зрения имеет значение, и выражают свое мнение четко и ясно, чтобы избежать неопределенности. Иногда мы бываем перегружены задачами, которые кажутся невыполнимыми. Повторение фразы «я не могу это сделать» уж точно не поможет. Вы только покажетесь глупым и ленивым. Умные люди всегда ищут решения вместо того, чтобы оправдываться. И если у них нет опыта или навыков для выполнения определенной задачи, они без колебаний обращаются за помощью. От обращения к коллегам-мужчинам «чувак» или «братан» веет неуважением. Тоже относятся и к девчонкам, когда речь заходит о женщинах. Консервативные люди могут счесть это неуместным и оскорбительным. Даже если вы работаете в неформальном стартапе, где такое обращение кажется нормой, лучше лишний раз удостовериться, что кого-то можно назвать «братан» и только потом так делать. Когда вы говорите «я постараюсь», это звучит так, будто вы не уверены в своей способности выполнить задачу. Умные люди знают, что они несут ответственность за свои поступки. Если вы заявите вслух, что сомневаетесь в своих способностях, то другие начнут сомневаться в вас еще больше. Кстати, неопытные и непрофессиональные люди склонны к быстрым выводам. Если вы импульсивны и грубы в суждениях о людях, событиях и местах, вы можете приобрести репутацию поверхностного человека. Умные люди не спешат с выводами и тратят время на наблюдение. Я ваш большой поклонник. Тот, кто боготворит окружающих людей или знаменитостей, кажется наивным. У любого человека есть сильные и слабые стороны, и умные люди уважают других, не превращая их в идеальных воображаемых друзей. Если вы слепо подражаете знаменитостям, повторяете их фразы и действия, носите такие же прически и наряды, вас не будут считать зрелой личностью. Умные люди предпочитают быть самими собой. А еще есть много невербальных способов ухудшить впечатление о себе. Не стоит постоянно кивать головой, сидеть в скрюченной позе или нарушать дресс-код. Если ваша компания требует, чтобы сотрудники носили деловую одежду, а вы приходите в джинсах и толстовке с капюшоном, люди могут подумать, что вам не хватает сознательности и уважения. Буду через 20 минут. Оставлять такие записки на рабочем месте не самая мудрая привычка. Клиент, который только что пришел в кафе или магазин, при взгляде на закрытую дверь с такой запиской не поймет, сколько ему ждать, ведь он не знает, когда вы ушли. Куда разумнее указывать точное время, когда вы планируете вернуться на рабочее место. Продолжение следует...